Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Вопрос касается отношений и отношений деструктивных, где, получается, вначале была довольно сильная идеализация автора вопроса, а потом мужчина начал вести себя прямо противоположно, да, то есть он начал обесценивать, искать недостатки, придираться, вот, принижать и так далее. Вот. Ну, конечно, по описанию, я думаю, здесь, в общем-то, понятно, что он, что он человек, значит, ну, не совсем корректно себя вывел, да, просто от каких-то, ну, скажем так, от каких-то диагнозов, да, от каких-то ярлыков. Я бы воздержался, что осталось бы давать какие-то оценки в поведении человеку, но я думаю, что, на что здесь нужно обратить внимание, это, пожалуй, на то, что вы реагировали, на то, что вас идеализировали, вы реагировали на то, что вас настили на руках, вот, то есть, ну, вы позволяли это, вот, что вам вроде бы не нравилось, да, вроде бы вы что-то, значит, ну, подозревали, подозревали, вот, но в то время вам это нравилось. То есть вы, получается, на, ну, на такие отношения вы, получается, согласились или соглашались. И вот, собственно, как мне кажется, в этом заключается основная проблема. Помимо того, что боль, помимо того, что у вас есть чувство собственничества, то есть вы, ну, ревнуете, вот, противитесь тому факту, что мужчина может быть там через лайн и так далее, вот. И, как бы, с этим же, на мой взгляд, связано и то, что вы, вот, все равно по нему тоскуете. То есть, да, это, ну, понятно, что здесь речь идет о любовной зависимости, да, понятно, что вы зависимы, но вопрос заключается в том, как эта зависимость появляется, то есть, как она образовывается. Образовывается она именно за счет того, что вы готовы были принять вот ту идеализацию, которую вам, ну, предоставлял, скажем так, ну, мужчина, да. Вот, и... Вам для чего-то она была нужна для диализации, это, ну, подскажем так, это подтверждение, для вас это подтверждение, это подтверждение чему-то важному для себя, вот. То есть, тут, вот, вы пытаетесь, ну, на мой взгляд, решить какую-то, вот, свою проблему, да, какую-то, какой-то свой конфликт. Вот, поэтому давайте вот мы сейчас с вами потрёбнее разберем ваш вопрос. Как пережить тяжелые отношения, бьюсь качели и как выбросить из головы человека? Ну, пережить это значит прожить, как вам сказал мой коллега Кудрышов Игорь Леонидович. Пережить значит прожить, вот, ну, прожить ваши чувства, вот, прожить вашу боль, которая у вас, значит, имеет место быть, вот, чтобы, ну, чтобы вас это вот не тянуло, грубо говоря, назад, да, когда-то не тянуло обратно. Это нужно прожить, причём, ну, прожить желательно максимально полно, да, вот. Опять же, здесь, как и сказал мой коллега Кудрышов Игорь Леонидович, лучше всего прибегнуть получать к помощи психолога, потому что с этим, с этим будет легче всего, да, лучше всего, легче всего. Вот, это важно понимать. Что касается выбросить человека из головы, то здесь на мой взгляд. А ситуация включается в следующем. То, что вы не можете выкинуть, значит, человека из головы, это... связано с рядом моментом, вот, с рядом моментом. Значит, первый момент касается того, что, значит, с человеком, скорее всего, у вас связан ряд потребностей, и вы эти потребности хотите удовлетворить. Вот, при этом, нет, очевидно, какого-то, ну, какого-то понимания, да, того, что это за потребности, нет понимания того, чего именно вам хочется на глобальном, вашем, вашем личном уровне. Вот, встреча идет здесь исключительно про потребности, которые, вот, ну, на привычном уровне, да, на привычном уровне сознания находят. Вот, значит, это нужно выявить, то есть, ну, необходимо выявить, вот, как раз то, чего вы хотите, да, необходимо вам увидеть и заметить то, что вам нужно. Вот, значит, чтобы успешно это реализовывать, скажем, скажем так. Ну, вот. А сейчас, ну, сейчас, по понятным причинам, да, такой возможности у вас, ну, как мне, видится нет. Потому что вы не очень понимаете, чего вы хотите. Это первое. Второе, это реализация ваша, то есть, если есть, ну, проблематика какая там с реализацией, да, то есть, если вы не чувствуете себя реализованно, если вы, ну, ощущаете себя, там, виноватой в чем-то, как вы пишете, вот, если вы в целом как-то склонны, допустим, себя винить в чем-то, да, опять же, вот, что это, конечно, является следствием именно того, что вы не реализованы в полный мир. Вот. Пока этого не происходит, вы, естественно, будете думать о человеке, вот, естественно, вы будете думать о человеке, вот, его машине и выкинуть из головы вам будет довольно сложно, потому что с этим связана, в общем-то, ваша реализация. Поэтому, эээ, в целом нужно, эээ, на мой взгляд, постараться увидеть его, ээ, значение для вас, постараться увидеть его значение для вас, и дальше уже, эээ, смотреть, куда и как вам, эээ, в какую сторону вам можно было бы двигаться. Вот. Дальше. Эээ, встречались с человеком полгода. Пишите вы. Эээ, первые месяцы все было идеально, цветы, подарки, ухаживание. Я начала рюмочить тогда, чтобы такого не бывает, чтобы на руках носили в прямом смысле слова, да, понимаете, то есть тут, тут, эээ, что происходит. Эээ, тут вы описываете, ну, во-первых, очень серьёзную, очень серьёзную идеализацию. Эээ, вот, это первое, что вы описываете, описываете, по сути, эээ, ну, то, что вот, эээ, мужчина, да, в данном случае, он, ну, вас, получается, идеализировал, вот. А вы, значит, на это реагировали, ну, как я уже говорил, достаточно позитивно. То есть к идеализации вы относитесь скорее позитивнее и, что самое главное, вот, что вы, как бы, значит, пишите, вот, что я думал, что такого не бывает и так далее. То есть если есть вот тут ощущение, есть, если тут вот такое чувство, что вы этого прям, эээ, хотите, хотели. То есть есть ощущение, что прям вот вы хотели того, чтобы вот, ладно, что к вам так относилось, вот. Ну, а, люди, эээ, такого, значит, типа, вот как мужчины ваши, они как раз ищут таких людей, которые, вот, покупаются на подобные вещи. То есть покупаются на такое отношение. Ну, например, да, вот это вот, такая достаточно, получается, распространенная позиция, что я влюбилась в его отношение к, эээ, ну, к себе. То есть я влюбилась в то, как он, как, как он ко мне относится, как он ко мне относится, вот. Такая, 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 такая штука, вот. И это очень важный момент, потому что когда мы влюбляемся в отношение к себе, да, мы влюбляемся в самих себя. Он в этом, ну, в этом, в этом, в этом отношении, вот. Поэтому здесь первый момент, как я относилась, как я отношусь, значит, к тому, что вот меня так идеализируют. Важно, чтобы вы зафиксировали этот момент. Важно, чтобы вы зафиксировали значение значения для себя, для себя, этого момента. Это станет, это станет, эээ, своего рода, такой отравной точкой, я бы сказал. Да? Для вас. Чтобы понять, вот, в целом, вообще, эээ, что происходит. Эээ, с тем, как вы, например, эээ, выстраиваете отношения с, эээ, ну, мужчинами, ну, в целом. Не только же с этим. Вы хоть и говорите, что это вот первое, да, но, скорее всего, ээээ, опыт такой же был. Пусть и не такой, ээээ, фатальный. Дальше начали случаться конфликты. Мне сказало бы, что повод был. Можно смотреть. Эээ, конфликты, да. Эээ, здесь нужно отметить, что ни в коем случае нет у меня, например, эээ, цели вас обвинять. Я просто хочу сказать, просто хочу сказать, эээ, что, эээ, конфликты, эээ, не бывают, ну, во-первых, не бывают на ровном месте. Это первое. Да, как бы, конфликты не отличаются на первом месте, на ровном месте. А во-вторых, эээ, что, эээ, что, во-вторых, эээ, конфликты, в этих конфликтах, точнее, участвует человек, несколько людей. Ну, в данном случае, два. Вот. И важно это понимать, важно понимать, что вы в конфликт, эээ, в конфликт, эээ, в конфликт, ээээ, тоже, ээээ, в нас или в этот класс. Вот. Иначе бы конфликтов не было. Просто. Поэтому ваша задача увидеть, да, конфликты были, да, вы знаете, какой из классов вносил мужчина в конфликт. Вот. То, что он делал, 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 то-то-то, то-то, то-то, то-то. Вот. Ну, а что делали вы? Ведь, эээ, в том числе, эээ, благодаря вам конфликт стал возможен. Вот. Благодаря вам. В том числе. В том числе. Дальше, значит, так. Человек залезал ко мне в телефон, высказывал, что я какая-то неправильная баба, нигде так не видел, что я неадекватная, и вообще все неадекватные бабы. Ну, здесь, опять же, не совсем понятен, так скажем, контекст. Вот. Понимаете, да? То есть, ну, вряд ли человек просто, просто так начал глядать вам в телефон. То есть, очевидно, что этому что-то предшествовало, и очевидно, что этому чему-то вы не придавали отношения тому, что предшествовало. Значит, дальше, вот он говорит про неадекватных баб, как вы на это реагируете? Стало сказать, какие-то недостатки во мне, уходил, по несколько дней не писал, выговаривал свою серию, общение заканчиваемые друзья, не пара. И я, это я устраиваю качель. А, то есть, здесь, как бы, вот вы все говорите про ответственность мужчины. Ну, ничего не говорите про себя, да, ничего не говорите про то, а как вы-то, как вы сами. Как вы сами в этом, как бы, а, может, участвовали. Вот. Как вы сами, ну, в это вовлеклись, скажем, скажем так. Вот. Понимаете, да? Об этом, об этом вы ничего не пишите, не пишите. А это важно. Вот, получается, что мужчина вот так тиранил, 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 тиранил. Вот. Да, это, это правда, что человек действительно вел и ведет себя некорректно. Но здесь важно увидеть, что, что в этой картинке вы выступаете довольно пассивной стороной. И вот это является самым, наверное, неприятным во всей этой стороне. Вот. Что вы говорите, я не конфликтный человек, не устраивал скандалки и спокойно старался ему сказать, что не устраивало или что-то, чтобы решить какую-то ситуацию. Ну, человек либо речать не хотел, либо говорит, что я много думаю, хотя я себя знаю и просто так додумать что-то не буду. Да, понимаете? То есть, как бы, с одной стороны, у вас идет такая позиция, что я знаю себя, хотя, если бы вы себя знали, вы бы в такой ситуации не оказались. А с другой стороны, вы говорите, что, ну, типа, просто так додумать что-то не буду. Вот. Вот. Вот она сторона. Вот. То есть, вы подкрепляли свое поведение, его поведение, да? А какая у этого глобальная цель, да? Почему подкрепляли? Потому что вам не хотелось, скорее всего, скорее всего, отказываться от той картинки, которую вы себе вот придумали. Ну, может быть, от той картинки, которую мужчина вам нарисал, мужчина вам нарисал. Вот. Это не так важно на самом деле. Важно то, что вот вы терпели. Вот. Вы терпели. Ну, вот. Чем больше вы терпели, тем больше человек убеждался в том, что вы от него никуда не денетесь. В том, что вы принадлежите ему по большому счету. Вот. Чем больше вы терпели, тем больше мужчины сюда попадают. Ну, а терпели вы почему мы уже, мы уже сказали. Да? Вот. Не знаю, в данном случае, нужно ли, нужно ли, не нужно ли. Еще раз это повторять. Вот. Вот. Ну, пока что я, наверное, не буду, да, повторять еще раз, потому что мне кажется, что пока я все объяснил. На данный момент. На данный момент. Пока. По крайней мере, на данный момент. Да? Вот. Дальше. Всегда говорили, что если пойдет что-то не так, он просто сольется. Такого человека. Хотя сам строил планы, с семьей в моей мечте поехал отдыхать, чуть ли не жить вместе. Поначалу вообще сразу говорил. Ты такая классная, если все так пойдет, сам их заберу. Да, то есть здесь вас, ээээ, ну, не останавливало, получается, то, что человек обещал с лицей. То есть, что вас напротив очень, эээ, ну, судя по тому, что вы говорите, судя по тому, что вы говорите, вас привлекало то, что он вот хотел на вас женить. Вот. И еще много внимания уделялся в семье. Почему я, эээ, на это обращаю внимание? Ответ за всех довольно простой. Потому что подавляющее большинство людей, попадающие в зависимость, они попадают в зависимость от чего-то. Это зависимость не от человека как такового. Это зависимость от того, что человек может дать. Ваш инфульс, и пока получается, что вы хотели, хотели и, вероятно, хотите семью. Вот. Семью вы хотите. Ну, вот тут вот надо бы, конечно, посмотреть, да, что такое для вас вот семья. Да. То есть, ну, с чем связано то, что вы вот, эээ, ее хотите, вы хотите настолько, что готовы, значит, эээ, ну, стерпеть, эээ, такое отношение к себе. Да? Вот. Т.е. Это вот и есть, собственно, собственно зависимость. Ну, в данном, в данном случае. Не знаю, понимаете вы сейчас это или нет. Дальше. Вы пишите, что он говорит, что заберет вас замуж. Да. О чем здесь идет речь? А речь здесь идет о том, что вы считаете, что вас можно забрать замуж. Вот у меня, пожалуй, вопрос возникает. Почему же вы о себе такое мнение, что вас можно забрать замуж? Ключевое слово здесь, конечно, забрать. Это ключевое слово. Забирает то что? Забирает предмет. Как правильно. То есть вы, получается, себя в этом смысле позиционируете как предмет. Понимаете? Что это как необязанка? Что вот мужчина может нормально вот так вот вам говорить, что я тебя заберу замуж. Мужчина говорит. Ну. Понимаете, да. Так вот вы, получается, к себе относитесь. А вы говорите, что вы себя знаете. Ну. Возможно, то что вы о себе знаете, возможно, то что вы привыкли о себе знать, то что вы привыкли о себе думать, несколько не совпадает с, скажем так, действительностью. И, конечно, это неприятно, конечно, это больно. Ну. Для того, собственно, и нужны психологи, чтобы помогать это выправлять потихонечку. Дальше. Так, идеализируем. Вот вы сами пишите, что он идеализирован. Ну, вас это, опять же, не смешало. Потом чувствую, как будто объясненно. Это нормальная история для определенного типа людей. Ему было интересно все. Где, стоимая мысль, переживание, да. Кто даже вникать не хотел, чтобы так мирились и сходились. Это, опять же, здесь как будто была. От вас ждет пассивность, да. То есть, вот, захотел, остался, захотел, сошелся, то есть, как бы, вот. Дарил дорогие подарки, которые, наверное, дарят только будучи в хороших отношениях. И опять старался возвращать романтику. Да. То есть, здесь снова нет определенности с вашей стороны и нет опоры на себя. Вот. Вы пишите. В нашу последнюю встречу поехал днем за пять часов от города, чтобы я одна не добирался. А вечером того же дня оставил меня на трассе ночью из-за того, что я спросил, почему мы за руки не держимся, не держимся. Да. Вот. Вы сами себе задавали этот вопрос. Почему он у вас возникал? Почему он у вас возникал? Почему такой вопрос у вас возникал? Почему такой вопрос у вас появился? Вот. Ну, не кажется ли вам, как сказать, несколько, ну, может быть странным такой вопрос? Ну, вы хотели подраться за руку? Ну, возьмите за руку мужчину еще. Но вы этого не сделали. Вместо этого вы стали спрашивать, что это? Очень уверенность в себе. Он ответил, просто с друзьями я не сплю и получил такой ответ, напишу без матов, как ты меня достала, мне пара, друзья, твою девушку буду брать за руку, они тебя вообще вали из машины, вызывай такси и вали. Да, то есть спешка, то есть спешка получается у мужчин. Вот. Ну, а вы, значит, как будто бы, ну, не ожидали, эм, не ожидали, и как будто бы не принимаете такого поведения человека. как-то выращивать, что он изменится. И здесь момент такой, что мы хотим, мы хотим того, чтобы люди менялись, когда мы сами готовы себя менять, когда мы сами готовы себя ломать, ломать, когда мы сами готовы подстраиваться под кого-то. Понимаете? То есть вы не просто так с этим человеком сошли. Дело в том, что идеализация, даже если она искренняя, идеализация это весь элемент подстройки. вот. То есть идеализация, это когда я ставлю вот другому человеку, по сути, выше себя. Ну, и вы делаете, в принципе, то же самое. Вы ставите его выше себя. То есть иными словами вы похожи. Именно поэтому с этим человеком вы и встречались. Потому что вам импонирует, в какой-то степени, вот эта вот мысль, идея о том, что под вас подстраиваться будет. И вы от себя требуете подстраиваться тоже. Дальше. Значит, ну, я пошла вдоль дороги и к остановке уехала. После этого мы не общались. Вы пишите. В сексе человек порой показывал доминантную позицию, иногда без согласия, либо в обиду уходил, если я категорически против была, из серии подушкой закрывался, либо же делал что-то типа, а ты потерпи, ничего страшного. Да? И снова. Здесь у вас что происходит? Здесь у вас, с одной стороны, как бы идет жалоба. Жалоба. То есть вы жалуетесь над человеком. С одной стороны. С другой стороны. С другой стороны. В какой-то степени. С другой стороны. С другой стороны. С другой стороны. В какой-то степени. Фори. Понимаешь? Да? Дальше. Бывали моменты, когда я плакал и даже редко лежали, обнимались. Пускай не тимволов. Он всегда в последнее время отталкивался типа, «Уйди, не хочу обниматься, словать, только когда ему надо было. Опять же, с вашей стороны пассивный повисок». Ну, то есть, с вами, по сути, делают то, что хотят. Да? Почему? Благодаря чему это возможно. После последней ситуации человек поехал выселиться, с кем-то пообщался, написал мне, что я неадекватный манипулятор, заблокировал меня, оставив ночью. Ну, не совсем понятно, где оставив ночью. Но, опять же, вот, потальное чувство покинутости, брошенности и потерянности у вас есть. Вот как так получается, что вы все время, как будто бы, зависит от него, на себя вообще не опираетесь? Ну, я такая история в первый раз. Верю, но не думаю, что в первый раз. Я была добра к человеку, наоборот, не давала поводов каких-то. Пускай это не серьезные отношения, смысл тогда в планы строить, задаривать дорогими подарками, планировать встречу с моими родителями, помогать в каких-то делах. Да? То есть, смотрите. Во-первых. Я была добра к человеку. Ну, что значит добра? Добра к человеку, вообще, доброта, никак не означает того, что, ну, с вами можно пренебрегать, например. Это не доброта. Это что-то другое. Вы пишите. Вы пишите. А, значит, пускай это не серьезные отношения, смысл. Тогда строить план. Здесь вы пишите про свою безопасность. Услышьте, пожалуйста, то, что я говорю. Вы хотите безопасность? Хотели. Хотите. И его действия воспринимали в контексте чего-то более далеко идущего. Я хочу, чтобы вы обратили внимание, как мужчина, которым вы не так много встречаетесь, до конфликтов прошло с его, сколько вы пишете, первого месяца, с которым вы встречаетесь не так долго, как восприятие мужчины превращается для вас в восприятие потенциального мужа. А, может быть, вы изначально воспринимали его как потенциального мужа? Не особо заботясь при этом. Что между вами общего, есть для вас общие цели и так далее. Дальше. В общем, понимаю, что плохих поступков, даже оскорбление меня, какого-то неадекватного реагирования было куда больше, чем хорошего. Но вспоминаю то хорошее, как оно было в периодах между плохим. Оно казалось настоящим искренним, что человек у них не все равно, что старается, чтобы опять сойти. И вспоминаю было время тоже, как отношился, был везлив, не мог обидеть и задеть кучу внимания всегда. Понимаете? Вы вспоминаете те моменты, где вас окружали заботой, любовью и идеализацией. Вот то, что вам нужно. А нужно это кому? Кому? Какому человеку это нужно? Да. Давайте попробуем подумать. Дальше. Чувствуя в себе дикую вину, сама не знаю за что. Это подавленная злость. Та пассивность, которую вы проявляете, да, не является естественной для вам. Та пассивность, которую вы проявляете, является, к сожалению, ну, скажем так, приобретенной. Вот. То есть, иными словами, в действительности пассивность быть вы не хотите. Человеку не совсем, прям так скажем так, свойственно быть пассивным. Человеку, собственно, вообще говоря, защищать себя, защищать свои границы лично, защищать свои интересы, отстаивать свою позицию и прочее, прочее, прочее. Для человека это нормально. Вы этого не делайте. То есть, вы это привыкли подавлять. Вот. Ну, в данном случае, я полагаю, объясняя это добротой. Вот. Хотя, как я уже сказал, дело здесь не в доброте, дело здесь не в доброте. Но вы объясняете, вы пытаетесь объяснять это добротой. Вот. И вот от сыра идет чувство вины. Вот. Это потому что это злость. Злость, агрессия. Направленная на вас, по большому счету. На вас саму. А с этой чувствованы. Поэтому вы не понимаете. Вот. Что происходит. Ну так. Значит. Что мне делать без СВИН? Работать над собой. Вам рекомендуется психотерапия. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Удачи вам. Всего самого доброго. Ага. Биа, да.